МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ, в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. В переговорный процесс в Минске-Кишинев увеличат товарооборот. Межправительственная комиссия прорабатывает десятки проектов. Греция бастует. С тачку длиной в сутки объявили госслужащие, протестуя против мер жесткой экономии. Китайский гид в Несвежском замке туристам из Поднебесной расскажут о достопримечательности без трудности перевода. Спасти утят. Бойцы МЧС в Минске выполняли необычную для себя миссию. Беларусь и Молдова планируют увеличить товарооборот до полумиллиона долларов. Об этом заявили участники заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран. Сегодня в Минске обсуждаются возможности создания совместных производств, сотрудничества в транспортной, строительной и энергетической сферах. Последние годы страны реализовали ряд успешных проектов. В Кишиневе уже собирают белорусские троллейбусы и тракторы. Теперь планируется расширить молдавский автопарк еще и белорусскими автобусами. Неплохо получается у нас совместное производство троллейбусного парка. Правительство Молдовы наработало стратегию. Они предлагают нам так же точно, и мы оперативно это будем решать, сделать это по производству автобусов для обеспечения и укрепления автобусного парка Кишинева и других городов Молдовы. С нашей стороны мы четко поговорили, о как нам дальше шагнуть в производстве высококачественных винных материалов. Молдова занимает 14 место среди государств мира по уровню товарооборота с нашей страной. За последние пять лет его уровень удалось удвоить. Беларусь экспортирует в Молдову продукты питания, технику, нефтепродукты и лекарства. В свою очередь к нам поставляются вина и виноматериалы, овощи и фрукты. Беларусь готова открыть двери для молдавских производителей на рынке стран таможенного союза и ЕАЭС. Как обычно, в дружеской обстановке, в такой нормальной обстановке, мы постарались выявить те проблемы, которые существуют в нашей двусторонней торговле. По всем секторам у нас есть конкретные проекты, которые будут внедряться на протяжении этого года и последующих годов. Это и в области сельскохозяйства, и в области промышленности, и здравоохранения, и инфраструктуру. У нас очень много инфраструктурных проектов, и опыт Беларуси очень приемлем для Республики Молдова. Уже завтра в Минске будут встречать с официальным визитом президента Молдовы. Планируется, что глава Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры со своим молдавским коллегой Николаем Тимофти. В формате один на один, а также в расширенном составе будет обсуждаться состояние и перспективное направление развития сотрудничества стран взаимодействия на международных площадках. Предвыборную атмосферу в Беларуси оценивают эксперты ОБСЕ. Сегодня в Минск прибыла миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека в Европе. В планах встреча с представителями госорганов и политических партий. Затем, основываясь на их рекомендациях, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе определится, каким образом будет вести мониторинг выборов главы белорусского государства. В Центр избирком продолжают поступать документы на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Республики Беларусь. Так, сегодня в ЦИК бумаги представила инициативная группа гражданина Сергея Гайдукевича. Документы будут рассмотрены на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. На это законом отводится до пяти дней. Роль инициативных групп – сбор подписей в поддержку того или иного кандидата. До 21 августа необходимо заручиться поддержкой не менее 100 тысяч граждан Беларуси, чтобы выдвиженец получил статус кандидата в президенты. Сегодня в Греции проходит общенациональная забастовка. Стачка продлится 24 часа. Госслужащие не вышли на работу в знак протеста против соглашения о мерах жесткой экономии. О которых договорились премьер-министр Алексис Ципрос и международные кредиторы. В случае принятия документа страна получит 85 миллиардов евро. Голосование по этому вопросу в парламенте назначено на сегодня. Люди опасаются, что в обмен на новый пакет помощи в стране начнут сокращать госслужащих. В Афинах сегодня закрыты больницы. Пациентов принимают только в срочных случаях. Транспорт перешел на особый график работы. Прекращено движение поездов. Тем временем Министерство финансов страны продлило банковские каникулы еще на сутки. Финансовые учреждения начнут работы после предоставления ликвидности из Европейского центра банка. В Турции по дороге в Стамбул разбились два автобуса. Погибли шесть человек, более сорока пострадали. Авария произошла на трассе в провинции Болу. По последним данным, все погибшие и пострадавшие – граждане Турции. По версии полиции, водитель одного из автобусов потерял управление и перевернулся. Двигавшийся за ним автобус начал резко тормозить, протаранил металлические ограждения на встречной полосе и столкнулся с бетонным барьером. На месте случившегося работают медики и полиция. Турецкие власти выясняют причины ДТП и проверяют автобусы на соответствие требованиям безопасности. В Иране празднуют подписание исторического соглашения по ядерной программе. Тысячи людей всю ночь ликовали на улицах. Договор предусматривает постепенную отмену санкций в отношении страны. И граждане полагают, что это поможет улучшить социально-экономическую ситуацию в государстве. И сразу же после подписания соглашения с Тегераном стало дешеветь нефть. Снятие санкций в отношении страны означает возобновление энергетического сотрудничества Ирана с Евросоюзом. До принятия ограничительных мер три года назад в ЕС шло порядка 20% иранского черного золота. Когда санкции будут сняты, Тегеран намеревается удвоить экспорт нефти на мировой рынок. В Великобритании впервые за два года выросла безработица. За три месяца количество людей, которые остались без места работы, увеличилось на 15 тысяч, составив около 2 миллионов человек. Уровень безработицы в Великобритании на протяжении прошлого года оставался минимальным с 2008 года. Ранее экономисты прогнозировали, что рабочих мест в ближайшее время, скорее всего, не станет больше. Но вот роста безработицы никто не ожидал. В Германии завершился громкий судебный процесс, которого ждали более 70 лет. Суд вынес приговор 94-летнему бухгалтеру Освенцима. Оскара Кроунингом признали виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 человек и приговорили к 4 годам лишения свободы. Ранее мужчина полностью признал свою вину. Он отметил, что по прибытии в Освенцим в 1942 году знал о расправах над людьми в газовых камерах концлагеря. Кроунинг занимался тем, что изымал у прибывавших в концлагерь заключенных личные вещи. Найденные у возников деньги мужчина подсчитывал и направлял в главное административно-хозяйственное управление СС в Берлине, иногда лично доставляя награбленное в столицу Третьего рейха. Итальянские медики бьют тревогу. Почти на всей территории страны установилась аномальная жара. Высший уровень опасности объявлен сразу в 10 крупных городах страны. В Риме, Латини и Флоренции столбик термометра преодолел 37-градусную отметку. В ближайшие дни ситуация обострится. В конце недели африканский антициклон вызовет на Апенинах еще большее повышение температуры до 40 градусов. Жара испытывает и жители Японии. Там жертвами погоды стали уже 7 человек. Более 700 госпитализированы с тепловыми ударами. Столбики термометров в стране уже несколько дней показывают выше 39 градусов. Марина Павлоградская, телекомпания СТВ. Полагаясь на интуицию и баллы, заработанные на централизованном тестировании у абитуриентов, поступающих на бюджет, остаются считанные часы, чтобы окончательно определиться с выбором. В 15 часов в ВУЗы в последний раз опубликовали информацию, которая делает конкурс прозрачным. Количество поданных заявлений и конкурентный балл. Но сегодня обновления данных больше не будет. В 18 часов приемной комиссии вовсе прекратят выдачу документов для подачи на другую специальность. Своеобразных гонок с точным ответом на вопрос, кем стать, в ВУЗах не прогнозируют. Абитуриенты, которые подают документы предварительно, отследив конкурс, рискуют в последний момент просчитаться. У тех, кто собирается идти на оплатное отделение, есть время определиться с выбором специальности до 2 августа. В Несвежском замке появились аудиогиды на китайском языке. В последние годы число туристов из Поднебесной возросло. И потому в музее решили знакомить китайских гостей с белорусской историей на их родном языке. Аудиогид в Несвежском замке доступен также на белорусском, русском, польском, английском и немецком. Архитектурно-культурный комплекс бывшей резиденции Радивиллов Несвежа – одна из достопримечательностей Беларуси, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Соглашение о сотрудничестве подписали МЧС и Белорусский республиканский союз молодежи. Этот документ первый такого рода. Спасатели теперь в своих подразделениях смогут обучать юноши и девушек тому, как предотвратить пожар, либо другую чрезвычайную ситуацию. Представители молодежных отрядов охраны правопорядка будут задействованы и в работе внештатных формирований по профилактике пожара. Безопасность – это важнейший фактор развития любого государства. И мы должны использовать все возможности, чтобы эту безопасность обеспечивать. И, конечно, чем больше будет людей участвовать в этом, результат будет лучше. Ну а когда молодые ребята сами научатся и будут оказывать необходимую помощь и в детских садиках, и в школах, и в работе среди населения, мы всегда говорим, пока трагедии происходят, гинут люди, мы должны работать более эффективно и искать различные подходы к этому, в том числе и взаимодействие с нашими молодыми ребятами, у которых полно знаний и энергии. Главное – ее правильно направить, и я уверен, что результат будет еще лучше. Также сегодня на открытых дебатах сборная команды отрядов охраны правопорядка и курсантов командно-штабного института МЧС обсудили роль молодежи в обеспечении национальной безопасности страны. Сегодня молодежь прошла обучение по основам безопасности жизнедеятельности. Молодежь стремится получать знания, повышать свой уровень. Рекорд двоих жителей Слуцка, добывших более 150 килограммов карпа, будет занесен в уголовное дело. Рыбу мужчины выловили из пруда хозяйства «Красная Слобода». На охраняемой территории им удалось расставить сети. Нарушителям меняется статья не браконьерства, а кража, причем совершенная группой лиц. Туго набитые мешки с рыбой, будь их содержимое продано по рыночным ценам, потянули бы на сумму свыше 5,5 миллионов рублей, а теперь тянут на внушительный тюремный срок. Рука помощи крылатым водоплавающим в Минске спасали шестерых утят. Тенцы попали в бурляшчий каскад водосброса, проскочив между прутями заграждения. Выбраться обратно у них попросту не хватило сил. Двое сотрудников МЧС выловили утят и перебросили их по другую сторону заграждения на тихую воду. Плюс несколько градусов. В Беларуси уже завтра потеплеет. Облачную с прояснениями погоду обещают синоптики. Не обойдется без дождей. Не ожидаются по северо-востоку, а теплее всего будет по юго-западу. Плюс 25. Далее спортивное обозрение. Следующий выпуск новостей в 19.30. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.